Из этого видео вы узнаете, как начать работать в Яндекс.Такси. Яндекс.Такси – это сервис, который позволяет вызвать официальное такси по выгодным тарифам без звонка диспетчеру. Заказать такси можно на сайте через приложение Яндекс.Такси для iOS, Android и Windows Phone. Преимущества сервиса – удобный способ вызова такси. Выгодные тарифы. Фиксированная стоимость поездки. Оплата банковской картой или наличными. Среднее время подачи машины – 7 минут. Но для начала давайте вспомним добрые времена и поговорим о профессии таксиста. Как сказал мой сосед, работающий в те годы в такси. Таксистов бывших не бывает. Таксист – это особое состояние души. Таксисту необходимо было хорошо знать город, ведь тогда о навигаторах и речи быть не могло. В 1931 году выпустились первые автомобили российского производства «ГАЗ-А», предназначенные специально для перевозки людей. От обычных автомобилей они отличались лишь наличием таксометра. Уже через несколько лет по Москве ходило 400 автомобилей и такси, и их со временем стало не хватать гражданам. В 1940 году количество машин увеличилось до 3000 разных марок автомобилей такси. А когда началась война, таксопарки временно прекратили свою работу. Но после войны вновь начали развивать эту сферу. Массовым видом транспорта такси стало в 50-е годы. Люди поняли, насколько это удобно для передвижения. Таксист был персоной важной, его уважали пассажиры, частенько называя шефом. Доходы таксистов были выше среднего, что еще больше делало их значимыми. В такси человек мог раскрыться не хуже, чем у психолога в кабинете. Профессия, а это, безусловно, профессия для тех, кто любит людей, кто может посочувствовать или дать совет, а, быть может, и чем-то помочь. Таксист за свои поездки видит разные человеческие судьбы, и свадьбы, и разводы, и заговоры, и предательство, и рождение, даже смерть. Но таксист и в то время, и в наше время профессия небезопасная. Таксистов грабили, избивали, убивали. При Хрущеве тарифы на такси падают, что еще больше подогревает интерес советских граждан к этому виду транспорта, а, следовательно, и увеличивает заработок таксистов. Водители такси уже одеваются очень модно, в те вещи, которые можно купить либо в «Березке», либо у фарцовщиков. Пошла мода на золотые зубы у таксистов. Тогда такие зубы можно было поставить только нелегально, у какого-нибудь стоматолога на дому. Кожаная куртка, золотые зубы, мальбора в руках. В 1960-е годы был введен месячный маршрутный лист и установлена норма для перевозчиков. Каждый рабочий день таксист должен был сдать в кассу определенную сумму, это было 52 рубля. Норму таксиста всегда перевыполняли, бывало в несколько раз. Примерный рабочий день таксиста был такой. Утром получил путевой лист, заплатил, подписал у механика, заплатил, отдал на воротах какую-то часть денег при выезде и также оплатил при въезде. Приходилось делиться со всеми, это выросло в систему и ни у кого не вызывало удивления или негодования. Смена от таксиста была не по 8, а по 10-12 часов, и порой приходилось еще платить, если ты во время не приехал в таксопарк. Тем более, если ты вез доходного клиента перед закрытием смены. Приходилось также покупать и запчасти для ремонта автомобиля за свой счет, потому что ждать официально поступления нужно было долго, а время деньги. Проще было купить у спекулянта, починить и выходить на линию. Все равно таксист оставался в выигрыше. Изменилось и отношение к таксистам. Большинство людей, особенно те, кто получал маленькую зарплату, стали считать таксистов лентяями, получающими деньги просто так. Вот он сидит в своем автомобиле, захотел-поспал, захотел-поел. Не работа, а просто удовольствие какое-то. Для того, чтобы начать работать в Яндекс.Такси, собственном авто, или если вы желаете взять автомобиль в аренду, вы должны перейти по ссылке, которая будет в описании, также ссылка будет в закрепленном комментарии к видео. После того, как перейдете по ссылке, укажите ваше имя, номер телефона и подождите, пока с вами свяжется оператор и обговорит с вами условия. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok